Трудных подростков нужно не только ругать, но также перевоспитывать. Ребята, попавшие на учет комиссии по делам несовершеннолетних, приехали в гости на тренировочную базу УФСИН России по Ивановской области. А уж где-где, а здесь есть с кого взять хороший пример. Целью является, прежде всего, объяснить подрастающему поколению, что, наверное, кроме правонарушений, которые они, может быть, совершают по глупости, кроме алкоголя, кроме сигарет, наверное, есть живое общение, есть другие люди, есть мероприятия спортивные те же самые, есть общение, есть люди, которые могут помочь в тяжелой жизненной ситуации. В гости приехали не только юные нарушители, но также воспитанники кадетского корпуса. Перед ними выступил обладатель крапового берета, а также участник телепроекта «Русский ниндзя» Илья Рыдаев. Мужчина рассказал, что еще будучи подростком, выбрал спорт, а не сомнительный образ жизни, и еще ни разу не пожалел. Я, конечно, хотел бы сказать подросткам, подрастающим поколению, что, конечно, ребята, не забывайте, хулиганы, ну, хулиганство, оно навсегда будет, потому что и компании есть и хорошие, есть и плохие, но желательно бы, конечно, выбрать сторону непосредственно спортивную. И это я прошел, школу это я прошел, вот, и, конечно, спортивная стеза, вот, она дает только одни плюсы. В программе не только профилактические беседы, но и спортивная игра. Все собравшиеся поделились на несколько команд. По очереди упражнялись в пулевой стрельбе, метании дротиков и, конечно, силовых дисциплинах. Дети будут смотреть, до чего можно им дорасти, какие у нас здесь будут и скраповыми билетами, тоже спецназ, вот, они также тоже старались, также готовились, они наравне с детьми будут заниматься всеми сегодняшними мероприятиями, участвовать, то есть и позволят, как бы, вот, ну, ориентироваться на людей, которые носят погоны. На встречу пригласили и воспитанников военно-патриотического отряда «Юный спецназовец». Такие же школьники в хорошей физической форме. Вот на кого, пожалуй, стоит равняться. Я вот считаю, никогда не поздно встать на правильный путь и начать заниматься нужным делом. Я считаю то, что каждому мужчине, в первую очередь, нужно быть защитником Отечества, поэтому, если им это объяснить на данном этапе, то они, я думаю, прекрасно это поймут. Глядя на этих достойных людей, несовершеннолетним хулиганам становятся совестны за свои поступки. Впрочем, всегда есть возможность встать на путь исправления. И теперь ребята точно знают, кому можно обратиться за помощью. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, 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 РТВ.